7 сентября Верхневолжье с рабочим визитом посетил заместитель министра обороны Тимур Иванов. Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетил Тверь, Кимры и Вышний Волочок. В этих муниципалитетах он ознакомился с ходом строительства целого ряда объектов, которые реализуются при участии военного ведомства. Роман Быков также принимал участие в этой поездке. Начался визит с возложения цветов в Кимрах к обелиску жителям города, которые сражались на фронтах и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Затем глава региона посетил АО «Савеловский технопарк», где создается высокотехнологичный кластер по синтезу и обработке искусственных алмазов. Соглашение о реализации проекта было подписано на последнем петербургском экономическом форуме между губернатором и инвестором. Вы видите уже фундаменты под оборудование сделано, утепление. Десятки тысяч квадратных метров полностью нам пришлось кровлю снять. Перекрыть заново, залить, утеплить, поменять зенитные фонари, сделать нормальное современное предприятие. В ближайшее время здесь ожидается поставка первой партии кубических прессов. Предполагается полная перезагрузка площадки завода с учетом современных задач формирования технологического суверенитета России, разработки и производства наукоемкой продукции для нужд реального сектора экономики. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения медицины, в том числе в нейрохирургии. Таким образом здесь появится огромный комплекс. Мы планируем ввести в эксплуатацию около 250 тысяч квадратных метров площадей и достаточно большое количество бюджетных мест. Мы махнули на 10 тысяч. На самом деле я думаю, что это такой горизонт 5-7 лет. То есть мы будем начинать там с 2-3 тысяч рабочих мест. Это имеется в виду не только те, кто работают с прессами, а обслуживающий персонал. Тут же в Кимрах Игорь Руденев встретился с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Как известно, в этом муниципалитете возводится целый ряд объектов при участии военного ведомства. Мы подписали соглашение с Игорем Михайловичем. У нас есть комплексная программа по развитию объектов на структуру и социальных объектов. Мы строим 4 поликлиники. Две из них в Кимрах, в Торжке и в Твери. Детский садик в Вышнем Волочке также. Школа. Для нас честь то, что мы работаем в Твери. Наши военные строители с гордостью отмечают и сроки, и темпы. Поликлиника номер один строится в Кимрах на территории ЦРБ на Борковском шоссе. Она станет частью медицинского городка. Сейчас в здании доделываются перегородки. Идет обустройство внутренних и наружных систем отопления, вентиляции и водоотведения. Ведутся электромонтажные, фасадные и прочие работы. Параллельно идет благоустройство территории. Работа ведется в двусменном режиме. На данный момент готовность объекта составляет более 90%. В разгаре работы и на аналогичном объекте, который возводится на Южной площади. Степень готовности объекта на сегодняшний день 52%. Завершается работа по устройству монолитного железобетонного каркаса здания. И начатая работа по устройству внутренних и наружных систем отопления и вентиляции. Сегодня самыми высокотехнологичными, самыми выдержанными по срокам, конечно, являются военные строители. Мы видим, что и технологии, и материалы, которые применяются, это уже все очень современно. Это дает возможность корректировки проектной документации, которая все равно возникает в ходе пожеланий врачей, которые эксплуатируют эти здания. В Вышнем Волочке Игорь Руденя и Тимур Иванов проинспектировали строительство детского сада на 160 мест, включая ясельные. Сейчас здесь также ведутся завершающие работы. В дошкольном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей. Обустроены 8 современных групп, залы для занятий и другие помещения, а также площадки для прогулок. Следующим местом визита стала Тверь. Здесь, на берегу Тверцы, строится новая грибная база, о которой давно мечтали спортсмены и тренеры. Достаточно взглянуть на это маленькое двухэтажное здание старой грибной школы. Снова понятно, как давно и спортсмены, и тренеры ждали переезда. И вот теперь на берегу Тверцы выросла современная, огромная, можно сказать, по крайней мере, с этим зданием, новое здание грибной школы, где будет все для полноценных тренировок, занятий, а кроме того, наконец-то, преобразится и вот эта территория. Здесь раньше беспорядочно росли кусты, деревья, теперь же будет современная набережная, фонари, дорожки. Таким образом, все горожане получат сплошные плюсы. Здесь будут расположены залы для проведения тренировок, эллинги для хранения судов, мастерские, комнаты отдыха и другие помещения. Общая площадь здания более 4000 квадратных метров. Пропускная способность – 86 человек в смену. Здесь спортсмены смогут заниматься круглый год. В настоящий момент на объекте задействовано порядка 250 человек, порядка 9 единиц техники. Выполняется внутренняя отделочная работа, работа по благоустройству, работа по внутренней инженерии. Все в завершающем периоде. В этот же день губернатор и замминистра обороны побывали на площадке строительства школы в микрорайоне Южный. Сейчас здесь возводятся стены из монолитного железобетона на третьем, последнем этаже. Идет утепление цоколя и другие работы, в том числе и отделочные.